Мобильные развлечения Мобильные развлечения Электроник Артс выпустила дополнение под кодовым номером 230. Данный контент вносит в игру три новых мощных суперкара Toyota TS040 Hybrid, Porsche 919 Hybrid и Audi R18 и Tron Quattro. Также была добавлена компания Lemons, где игроки покатаются на своих болидах в разное время суток. И что самое крутое, добавлена возможность подключить контроллеры по Bluetooth, идеально подходящие для локальных гонок. Если вы играете в Watch Dogs на великом и могучем ПК или консоли, советуем вам скачать мобильное приложение Watch Dogs Companion CTOS Mobile. Данная вещь позволяет подразнить ваших друзей. Отправить к приятелю конвой полиции? Кто откажется от такой возможности? К тому же, если вы пользуетесь данным приложением, очки опыта накапливаются быстрее. Приложение доступно абсолютно бесплатно на Google Play и App Store. Дерзайте! Интересные цифры привела компания Nielsen. Как она выяснила, 50% игроков США, играющие на консолях, проводят время за мобильными проектами. Среднестатистический геймер играет в мобильные игры 1,1 часа в неделю. Это составляет 20% от всего времяпрепровождения за играми, или 6,3 часа в неделю. Уже в который раз компания Vivid Games предоставляет скидку на одну из лучших игр студии – Real Boxing. Всего несколько дней великолепный мобильный симулятор бокса можно купить по предельно низкой цене – 30 рублей за версию для Android и 39 для iOS. А еще разработчики выпустили обновление, где было добавлено колесо подарков, в котором вы можете выиграть приз в виде игровой валюты, плюс к этому увеличена производительность игры. Спешите опробовать! Великолепная Trials Evolution показала всем игрокам, что аркадные покатушки на мотоцикле могут быть интересными. Хотя, конечно, не всегда можно применить термин «аркада» к этой игре. Частенько просто не можешь преодолеть злополучный участок. Trials Frontier, по сути, это младший брат Эволюшена, но доступный для наших смартфонов и передающий всю реалистичность физики серии Trials. Для тех, кто не знаком с серией Trials, поясняем, это такой аркадный заезд с препятствиями. Вашей первоочередной задачей является без потерь доехать до финиша, не сломав себе ничего важного. И к тому же за определенное время. И чем дальше, тем доехать получается сложнее. Но благо число респаунов здесь неограниченное. Управление в Trials Frontier очень простое и понятное. Есть кнопки газа и тормоза, а также смещение центра тяжести влево и вправо. Казалось бы, при такой примитивности не должно вызывать никакого удовольствия проезжать треки. А вот и нет. Порой случаются такие ситуации, от которых порой удивляешься и думаешь, как я это сделал. Увы, но иногда портит удовольствие то, что нужно собирать алмазы, монеты и прочую брехню, на которые вы будете прокачивать своего коня. Иначе левел с боссом или следующий эпизод просто не пройти. Монетизация — дело привычное для таких игр, но здесь все же она более щадящая. Также здесь уходит драгоценный бензин, но, скорее всего, вы будете чаще разбиваться и возрождаться, так что проблем с топливом быть не должно. Здесь добавлен сюжет, который весьма глуповат и сводится к тому, чтобы построить радиовышку и вычислить очередного босса. Хотя чего ждать от мобильной игры? Если собрать все то, что было сказано, и сделать вывод, то он будет звучать так. Игра довольно простая, реалистична в плане физики и интересна. Фанаты Trials Evolution, вероятно, не так долго проведут в игре, так как она быстро им наскучит. А вот для новичка Фронтир определенно придется по душе. Проходить мимо определенно не стоит. На этом все. Подпишитесь на канал, если понравилось, и не забудьте поставить лайки. Ролик подготовлен специально для портала goha.ru Редактор субтитров А.Семкин